Приветствую вас и давайте рассмотрим ситуацию под таким углом. Вот вы пишете, что боитесь рассказать своим родителям об особенностях молодого человека. А вы эти особенности сами принимаете? То есть для вас эта особенность абсолютно нормальна? Или у вас тоже по этому поводу возникают какие-то смущения, неуверенность в себе, может быть даже стыд? Если что-то такое есть, то вам для начала нужно разобраться за своим отношением к этому. Если же с вашим отношением все в порядке и никаких проблем у вас нет именно с этим, то тогда родителям не нужно ничего вообще говорить. Раз вы не придаёте этому значению, значение значит, вы и не придадите значение тому, чтобы рассказать отдельно о таком аспекте. Ибо для вас это ничего не значит. А родителям по сути все равно, с кем вы встречаетесь, лишь бы вы были счастливы, лишь бы у вас было всё хорошо. Если вы им расскажите, они спросят вас. А почему ты нам об этом сказал? Ты чего-то больничная, ты чего-то опасаешься, тебя само это как-то грезёт или гложет. То есть возникнут как раз-таки те самые вопросы, которых вы так боитесь. Чтобы с ним было, ну и на родителей поставить перед фактом. Они уйдут вашего молодого человека, сперва с ним, поговорят, ну как бы произведет он на них первое впечатление, а потом они заметят, что у него нет нескольких танцев, ничего в этом страшного нет. И для них это вообще не будет ничего-ничего-ничего-ничего-ничего-коредным, потому что вы с этим человеком встречаетесь. Вы этого человека приняли, а значит примут и они. Но, но. Здесь важно сделать одну оговорку. Оговорка эта заключается вот в чём. Вы боитесь. Боитесь своих родителей. А боитесь вы их реакции. Или чего ещё. Вы написали, как им сказать, что чего вы боитесь. Ответьте себе на вопрос, чего именно вы боитесь. Ну они его не примут, допустим. Самый худший вариант. Они его не примут. И что? Вы готовы будете послушать их, если они не примут вашего молодого человека? Вы готовы будете послушать их? Готовы будете с ним расстаться, потому что ваши родители его не приняты? Так что ли? Получается. Но если так, то получается тогда, что вы слишком сильно зависите от своих родителей во всём. Раз их мнение для вас настолько важно. Если это так, то я рекомендую вам сперва освободиться от зависимости в их плане. А у них по полу что-либо говорить. То есть нужно понять, почему вы так сильно от них давите, почему вы так сильно обращаете внимание на их реакцию. Ведь это ваша личная жизнь. И вам решать, с кем встречаться и так далее. И если вам не важно, то не может быть важно что-либо и родителям. Но это имеет смысл лично тогда, когда и если вы сами это понимаете. Вы сами отдаёте себе в этом отшёт. Если нет к этому никаких препятствий. Если препятствия есть, то, к сожалению, это не получится. Родители, видя вашу неуверенность, вряд ли пойдут вам на встречу и поддержат вас. Хрис, что не подумает, что вас этот молодой человек принуждает с вами встречаться. Ну, не думаю, если честно, что это хорошо для вас. Не думаю, если честно, что это хорошо для него. Так что об этом тоже очень рекомендую вам подумать. Потому что это, ну, очень-очень-очень-очень важно. В принципе, на этом можно закончить ответ. Потому что, полагаю, что он требуется, по крайней мере, ваш вопрос, требует определённого дополнения, требует определённого пояснения. Но, напоследок, хочу вам сказать так. Так, если вы всё-таки решите своими родителями рассказывать, да, говорить об особенностях вашего молодого человека, то в этом случае не нужно как-то тянуть. Не нужно пытаться подобрать с пола. Не нужно пытаться как-то, вы знаете, смягчить ту информацию, которую вы собираетесь представить. Наоборот, ну, и надо сказать об этом как бы вскоре, не вначале. Причём, ориентировать это и представить себя так, что вы как бы стараетесь для своего молодого человека. Что, в принципе, и является правильным поведением и правильной реакцией. В качестве примера такого преподнесения информации я бы порекомендовал вам следующее. Вот вы, например, со своей мамой или папой занимаетесь чем-то. Ну, например, гадим на кухне, на кухне, там, узи на идти, или обедаете, может быть, или просто пьёте чай. Вот. И нет разговора. Пауза. Наблюдается, да, пауза происходит. Пауза в разговоре нормальная, когда одна тема заканчивается, а новая тема ещё не поднята. И вот в этот момент вы говорите. Кстати, я хочу, например, пригласить своего молодого человека к нам, знакомиться с вами. Так вот, у него нет нескольких пальцев. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь и, как бы, не обращайте на это особо внимания, чтобы ему не было неприятно. Ваши родители, будучи людьми поселения, вряд ли отреагируют на это очень негативно. Но спросят, как молодой человек эти танцы потерял. Это вопрос логичный, и он, ну, девяносто девять процентов всплывет. Ладно же, приготовить ответ на этот вопрос, чтобы вы не колебались, чтобы вы ответили уверенно, ответили правильно, ответили совершенно спокойно. И вот тогда, поверьте, мне всё у вас будет хорошо. бояться не стоит, родители не какие-то монстры, они любят ласки, хотят вам всего самого лучшего, поэтому, если вы с этим молодым человеком счастливы, то, в принципе, для них этого более чем достаточно, я уверен. на этом всё, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»